В первую очередь, конечно, поражает тщательность, которая использовалась в съемках, потому что вот есть вещи, которые мы подсознательно воспринимаем. Вот обратите внимание, как сделаны костюмы. Каждая деталь, абсолютно каждая пуговица, если она есть, конечно, все это сделано, во-первых, с пониманием эпохи, и целый ряд мелочей абсолютно подчеркивают даже хронологический период. В фильме есть эпизод, когда вообще-то действие происходит не от Владимира, это, как вы понимаете, начало уже крещеной Руси, иной истории, но это было время, когда язычество боролось с крестьянством, и одна из героинь фильма обращается к Перуну, желая, чтобы тот спас Фарлафа, в которого она влюблена. Спаси, спаси его, Перун, говорит героиня. То есть даже вот эти исторические детали, не фильмы выверены. Костюм Руслана, а, кстати, Руслана изначально должен был играть Олег Видов, на него были пошиты костюмы. Костюмы такие сложные, что их уже не было возможности перешивать, когда в роль пришел другой актер, Валерий Казинец, и все это осталось. Если внимательно смотреть, видно, что костюм мало немножко артистов, он крупнее просто Олега Видова. Так вот, даже его кольчуга — это солнце и лучи, исходящие из солнца, это символ энергии, так сказать, позитивной энергии. Мы, может быть, не всегда это видим, но на уровне подсознания зритель это чувствует. Вот эта тщательность, которая вообще-то для детского фильма, она, конечно, ну абсолютно покоряет. Это сделано не только со вкусом, это огромное трудолюбие, это работа художника в том числе. Мы смотрим на картины Восемцова «Махай». Здесь та же примерно ситуация, это вот такие эталонные вещи, где, конечно, не может быть полутонов, поэтому Руслан с красным плащом, печнеги единая серая масса, Наина в черном. Кстати, Наину играет потрясающая актриса Мария Ростиславовна на камне Серго, а на эту роль изначально пришла Мансурова, и Птушко уже начал снимать с этой знаменитой великой актрисой театра Вахтанговского. Но она себя любила, и однажды во время съемок уже команды все прошли, моторы и так далее, зажгли факела, звери участвовали, очень дорогая сцена, и она вдруг, выйдя из образа, повернулась к Птушко, сказал Александр Лукич, а может быть я как-то вот так встану, а все уже зажжено, и кадр вообще весь, как говорится, в чертовой матери. Но, как вот рассказывает, часто это делает Владимир Анатольевич Федоров, который играл в Черномора, там последовали такие слова, которые нельзя в приличной компании произносить, после чего Мария Ростиславна Капнистерко пришла на роль Наины, а Мансурова, так сказать, вернулась в театр Вахтангово, где и благополучно работала последующие годы. Но в этом фильме много чего впервые, в том числе первый в нашем кино такой серьезный пластический грим. Это связано с образом Фина, которого играл Игорь Николаевич Ясулович, потрясающий артист, он мне рассказывал, что тогда, когда грим сделали, а его очень долго и сложно делали, он играет то молодого героя, потом стареющего, и наконец совсем старика, Тушко не хватало многих вещей, он заставил, чтобы ему вставили там тампоны специальные, там в рот, чтобы у него, так сказать, острые скулы были, потом специально старили кожу, и когда все это состоялось, там 4 часа накладывали грим, Ясулович в затемненный павильон зашел в этом гриме, Тушко встал, стал приветствовать его стоя, на что молодой ему тогда было 3-4 года, Ясулович сказал, что вы, Александр Лукич, сядьте, я же намного вас моложе, Нет, сказал Тушко, теперь я намного вас моложе. Но давайте посмотрим на Ясуловича, вы с вами говорите. Я удалился из природы, уединенный мрак лесов, И так, в ученье колдунов провел невидимые годы. Ясулович в том, что ясулович в том, что ясулович в том, Герой, я не люблю тебя. Герой, я не люблю тебя. Ну вот, настал желанный миг, я даже не страшную постиг, В восторге пылкого желанья, Творю поспешно заклинанье. Эй, Нарина, ты моя! Уже победу вижу я! Я уже говорил о том, что наивно играла Мария Ростиславовна Копнись-Серкова, это дочь знаменитого украинского поэта-копниста, она представительница очень известного дворянского рода, потрясающая совершенно женщина, отсидевшая, ну не то чтобы сразу, до съемок фильма, но, по-моему, где-то около 30 лет в общей сложности она провела в лагерях, якобы за убийство Кирова, потом там что-то еще было, реабилитирована уже тогда, когда умер Сталин. Это очень удивительная у нее, конечно, судьба, она очень много лет провела в шахтах, очень боялась подземелья, и когда ей уже было далеко за 80, она, переходя улицу, не воспользовалась подземным переходом и попала под машину. Оно ей уже было вот к 90 годам, вот она здесь как раз играла Наину, а молодую Наину, кстати говоря, играет дочь композитора Тихона Николаевича Рейникова. А вот опять же, потому что нужна фактура, вот он так видел молодую Наину, даже как Людмилу играет Наталья Петрова, которая тогда была всего-навсего студенткой Института иностранных языков, и ее увидела дочь в той школе в магазине в очереди, и лицо сразу, вот они заметили лицо Руслана, кстати говоря, уж можно такой секрет открыть, играл зять Александра Лукича, Валерий Казенец, он должен был играть Олег Видов, но вот так вот не срослось, и Валерий Казенец играл Руслана Черномора, кандидат физико-математических наук, которого нашли на джазовой тусовке в Москве тогда, потом он уже вообще ушел в искусство, Владимир Анатольевич Федоров и так далее. И в результате он создается такой странный, на первый взгляд, актерский ансамбль, который абсолютно точно передает те смыслы, которые заложены в первоисточнике. Потому что это, кстати, классический пример экранизации. Тушко, конечно, многое дописывал, вот Иисулович любит вспоминать, что ему иногда приносили бумажки, Тушко приносил бумажки, и там написан текст, который нужно было к завтрашнему дню выручить. Это текст, там наподобие того, что финн должен был сказать в одном из эпизодов, «Руслан в степи, с ножом в груди, но нет, наина, погоди, пока не наступила ночь, Руслану я смогу помочь». Иисулович это все прочитал, где-то акционологический, говорит, это же не Пушкин, это что? Это кто? На что Тушко всегда говорил, ну есть Пушкин, а есть Птушкин. И он вот так вот приписывал, стилизуя это под Пушкина достаточно много стилов, что тоже понятно. Вообще текст Пушкина переносит на экран, где нужны диалоги, где совершенно иная специфика киношная, сложно. И поэтому он иногда использовал тексты из других сказок, Пушкина иногда приписывал, но в основе, конечно, это безусловно Пушкин, при всем при том, что практически все эпизоды ПМФ в фильм вошли, и, как я уже сказал, это был последний фильм Александра Лукича Тушко. Через три месяца после его выхода на экран, в марте 1973 года он умер. К сожалению, ну, вот многие секреты, тем не менее, Тушко технически в том числе ушли в прошлое, можно такой ревус сделать, сейчас покажу эпизод, на который, может быть, кто-то, смотрящий фильм, внимания не обращал. Это фрагмент из фильма Руслана Людмила. Вот обратите внимание на то, как тонко сделан момент, когда Руслан разговаривает с головой. Голову, ну, скажу честно, играет актер Шульгин, его голова, так сказать, самым настоящим образом. Но дело в том, что на щеке живого человека, это не кукла, это живой человек, проецируется тень Руслана. И это создает сразу эффект местных действий. Это технически очень сложно сделать. Скажу, даже более споры, как это сделано, идут, и тут по этому поводу есть несколько версий. Вы можете в этом принять участие, потом уже так вот подумать, посмотрите еще раз, как же это все-таки сделано. То есть на щеке у человека проецируется тень, ну, по масштабам, это вроде бы вещи несоизмеримые. Тем не менее, смотрите, никакой, конечно, компьютерной графики здесь нет. Но помни, всюду и везде вся сила карты в бороде. Их бороду мечом отрубишь, его могущество погубишь. Я верю, твой совет поможет иметь слабее мечтой. Ну, к сожалению, уход мастеров, как я уже сказал, означал и уход жанра, направления. Продолжение, правда, иногда пытались сделать, но применить на Птушко, пожалуй, можно вспомнить только Александра Новомовича Менту и его фильм «Сказка странствия». Мента был учеником Птушко, он любит это говорить до сих пор, так оно и есть на самом деле. Птушко очень часто учил его каким-то техническим изыскам, в результате это использовалось в том числе в фильме «Экипаж». Не в том, который идет сейчас. Кстати, Лебедев себя считает учеником Менты, так что можно сказать, что сегодняшний фильм «Экипаж» корнями уходит в Руслана Людмила Александра Лугича Птушко, но это с большой долей фантазии. Но вообще, по большому счету, конечно, Мента долго думал над тем, как все-таки продолжить работу мастера. Он искал свои пути, он, кстати, тоже был великолепным и есть великолепный художник. Птушко он вспоминает часто, но вот он снял, с моей точки зрения, совершенно замечательный фильм, такая попытка создать некую притчу, сказочную, философскую притчу, сказкостранство. Не очень много людей видели почему-то этот фильм, с ним вообще такая загадочная история произошла, он не пошел в широкий прокат, вышел так называемым третьим экраном, где-то в середине 80-х годов. Но это продзительная, мощная работа, режиссерская, актерская, одна из лучших ролей Андрея Миронова. Вот это то немногое, что, так сказать, пыталось наследовать вот эти традиции, мощнейшие традиции советской киносказки. Давайте, кто видел, вспомним, кто не видел, может быть, своего рода будет реклама фильма, меты, сказкостранство. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЦ КОНЕЦ 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 Шла бы ты из города, убогая, или будешься прорить, пока всех не переморишь. Я понял, кто ты на самом деле, я тебя сразу узнал. Вот это лекарь, которого я ищу, да, сам, а? Я? Нет. Нет? Не тот. Нет. Значит, мы оба решились. А, или нет? Иди, 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 пока. Ну, в данном случае, конечно, мета пытается, помимо прочего, создать и героическую сказку, то самое, на чем всю свою жизнь наработал Петушко. К сожалению, как я уже сказал, фильм вот так оказался недооцененным, потом была написана пьеса, она называлась «Орландо, Орландо», ставилась довольно активно в многих театрах. Сегодня практически я ее не встречаю, на предмет чего искренне сожалею, и думаю, что материал этот вообще очень достойный. Ну, и заканчивая наш сегодняшний разговор, я хочу всем посоветовать сказкой смотреть как можно чаще, это полезно, уверяю вас. Ну, а чтобы хотелось смотреть как можно чаще, конечно, желательно почитать что-нибудь до этого, вообще помечтать, но и вспомнить то самое, о чем говорил герой кинофильма Надежда Николаевна Кашеверова и знаменитый король, которого играл Эрнст Гарин. Это совершенно потрясающая цитата, это было написано Шварцен, и фильм «Золушка», как вы помните, заканчивается обращением короля к зрителям. Вот, вы знаете, ничего дополнительного к этому я вам сказать не могу, просто вот предоставлю слово сказочному королю в исполнении Эрнст Гарина. Ну вот, друзья, мы и добрались до полного счастья. Все счастливы. Хороший старущий снищий. Ну, она, знаете, и сама виновата связи с связями, но надо ли в конце концов и совместить. Когда-нибудь спросят, а что вы, собственно говоря, можете предъявить? И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу большой и сердце справедливым. И мальчик Паш тоже доберется до своего счастья. У принца родится дочь, любитая золушка. И мальчик Паша в своем время влюбится в нее. И я с удовольствием выдам за мальчиками свою внучку. И обожаю удивительные свойства его души. Верность, благородство, умение любить. Обожаю, обожаю эти волшебные чувства, которые никогда, никогда не придет к Отец. И я буду рад на них ответить, пожалуйста.